Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги «Деяния апостолов» Я читаю для библейского портала «Экзегет» Перевод международного библейского общества Про то, как Савл стал Павлом Про Савлу мы уже читали Это тот самый юноша, который стерег одежды Людей, побивавших камнями дьякона Стефана Первого мученика христианского Который преследовал христиан Он был таким фанатиком И для него, конечно, христианство было вызовом Его отеческой религии, иудаизму, вере Израиля Надо было что-то с этим делать обязательно Зачем так длинно и подробно Лука описывает эту историю? Конечно, она очень интересная Но он описывает прямо долго и подробно Я думаю, что здесь связано, конечно, с той ролью Которую Павел будет играть в дальнейшем в книге Деяний И вообще в истории Ранней Церкви И, с одной стороны, показать, что все было совсем не так просто Не то, что, вот знаете, пришел такой Павел Прекрасный христианин, все сразу начал замечательно делать А с другой стороны, объясните одну очень простую вещь Вот апостолы, о которых мы читали до сих пор Это ученики Христа, которые были с ним во время его земной жизни Которые были свидетелями ему И вдруг появляется Павел, который свидетелем-то не был Он ничего не видел сам И вдруг он начинает проповедовать больше всех остальных Как это получилось? Не есть ли это некоторая подмена? Вот пусть они нам расскажут, а не он Савл по-прежнему кипел ненавистью, желая смерти ученикам Господа Он пришел к первосвященнику, к главе иудейской религии Попросил у него письма к синагогам Дамаска Чтобы он мог бы арестовывать и приводить в Иерусалим всех принадлежащих пути Путь — это самоназвание христианства, оно редко встречается, но здесь уже есть Которых сможет там найти, будь то мужчина или женщина Мало ему Иерусалима, там христиане уже разбежались из Иерусалима в основном Многие попали в Дамаск, мы уже читали, как распространяется христианство Гонения только расширяют его географию В Дамаск надо отправиться и там получить полномочия всех арестовывать, хватать Вот хочется, да, вот хочется этой кровожадности Видимо, получил Когда он уже приближался к Дамаску, его внезапно осеял свет с неба Он упал на землю и услышал голос «Савл, Савл, почему ты меня преследуешь?» «Кто ты, господин?» — спросил Савл «Я Иисус, которого ты преследуешь?» — ответил он «Вставай и иди в город, там тебе скажут, что ты должен делать» То есть, смотрите, хочешь в Дамаск — иди в Дамаск Но только ответь самому себе и мне на вопрос «Что я тебе сделал такого?» «Почему ты против меня?» И ответ на этот вопрос изменяет жизнь Павла Савл — это имя, которое у него было от рождения Собственно, Саул, царь Саул Откуда у него взялось Семи Павел, об этом не в этой главе Поэтому сейчас не будем говорить Люди, путешествовавшие вместе с Савлом, стояли анимев Они слышали звук, но ничего не видели Савл поднялся с земли, но когда он открыл глаза Оказалось, что он ничего не видит И за руку его привели в Дамаск То есть, он хотел тащить из Дамаска на цепи верующих христиан А его самого, как слепого, за ручку ведут в Дамаск Потому что он действительно слеп Он ничего не понимает в этой своей ярости Три дня он был слеп и ничего не ел и не пил В состоянии какого-то шока и полумертвости В Дамаске жил ученик по имени Анания Ученик, ну то есть христианин Господь сказал ему в видении Анания Да, Господи, ответил тот Господь сказал ему, пойди на улицу прямую Название улицы В дом Иуды, тогда номеров не было Но по имени хозяев назывались И спроси там человека из Тарса по имени Савл Тарс это город Киликея, родной город Савла, Павла Он сейчас молится И в видении он видел человека по имени Анания Который пришел и возложил на него руки, чтобы он прозрел Так Анания и согласился сразу Да, Господь его отправляет куда, к кому Ведь христианство гонимо И в общем тяжело Даже к незнакомому идти, а тут знакомый Анания ответил Господи, я от многих людей слышал об этом человеке О том, как много зла он причинил твоим святым То есть божьим людям в Иерусалиме И сюда он пришел, получив от первосвященников полномочия Арестовывать всех, кто призывает твое имя А я к нему пойду, да? Что со мной будет? Меня первые схватят Анания совершенно не торопится Стать мучеником Но Господь сказал ему Иди, потому что человек этот мое орудие Которое я избрал, чтобы возвестить имя мое Перед язычниками, перед царями, перед народом Израиля Я покажу ему и то, сколько ему предстоит пострадать Из-за моего имени Анания пошел, вошел в тот дом, возложил на Савлу руки И сказал, все-таки послушался, да? Брат Савл, Господь Иисус, который явился тебе на твоем пути сюда Послал меня к тебе, чтобы ты опять мог видеть И был исполнен Святым Духом В тот же момент Будто чешуя спала с глаз Савла И он вновь прозрел Он встал и был крещен Затем он поел И к нему вернулись силы Смотрите То есть Очень важные вещи Обращение То, что происходит по непосредственному действию Божьей благодати Но принятие в церковь происходит через возложение рук Через принятие его в эту общину Не без сопротивления Да То есть опять мы видим, как Лука очень точно описывает Вот это содействие Бога и человека Бог без человека не творит этих вещей Но и человек без Бога их сотворить не может Даже если захочет, как этот самый Симон Волхф По которому мы читали, что он деньги апостолам предлагал Чтобы получить возможность пользоваться благодатью Как своим неким ресурсом Ну и что же Савл христианин Он пришел гонять христиан Арестовывать их Савл провел несколько дней с учениками в Дамаске И сразу же начал проповедовать в синагогах о том, что Иисус Сын Божий Все, кто его слышал, удивлялись и говорили Разве не он истреблял в Иерусалиме, призывающих это имя? Разве не он пришел сюда, чтобы арестовывать их И вести к первосвященникам? Савл проповедовал все с большей силой И приводил в замешательство живших в Дамаске иудеев Доказывая, что Иисус Христос Вот как это странно, да? Что он проповедует И он еще христианами не принят, как свой А иудеи уже озабочены, что он чужой Спустя некоторое время среди иудеев был составлен заговор С целью убить Савла Однако Савлу стало известно об этом Заговорщики день и ночь стражили у ворот города, чтобы убить его Но ученики ночью взяли и спустили его в корзине по городской стене То есть город окружен стеной, крепостной, высокой Но там, конечно, есть какие-то окошки сверху Можно залезть на эту стену Некоторые дома стоят прямо на стене И, судя по всему, вот из такого окошка Из такого дома или какого-то проема между домами Перекинули веревку, посадили его в корзине И спустили, соответственно, ночью, пока никто не видит У ворот его стерегут, а он таким хитрым образом выбрался из города Немножко комедийная сцена Есть такие иконы древние, причем Савл в корзинке Которого спускают на веревке И выглядят так немножко забавно Вот, а у него все не как у людей, да Вот и дальше так же все будет Он такой яркий, харизматичный, что Ему все равно смешно это, не смешно Савл пришел в Иерусалим и пытался присоединиться к ученикам Но они боялись его и не верили, что он тоже ученик Вот, да, вот эта трагедия, которая будет ему сопутствовать еще долго Все с ним непросто На нем это клеймо гонителя И оно останется на нем Варнава, он уже у нас упомянут Привел его к апостолам и рассказал им о том, как Савл на пути встретил Господа Как Господь говорил с ним И как в Дамаске он смело проповедовал во имя Иисуса Савл пробыл с ними некоторое время и свободно ходил по Иерусалиму Смело проповедуя во имя Господа Он часто говорил и дискутировал с грекоязычными иудеями И те пытались убить его То есть, ну вот как-то так он с людьми говорил, что прямо сразу его убить хотели Мы уже видели проповедь искусственного Петра Довольно мягкую, довольно резкую проповедь Стефана Но кажется, Савл был чемпионом по резкости И даже эти проповеди не приведены Мастером слове, наверное, он станет позже Когда братья узнали об этом, они отвели Савлу в Кесарию Еще один город Святой Земли И оттуда отправили его в Тарс, родной город в Киликии, подальше Между тем, для церкви по всей Иудее, Галилеи и Самарии наступило мирное время Церковь укреплялась и росла, живя в страхе пред Господом И получая ободрение от Святого Духа Вот вроде бы все наконец устоялось Но живое постоянно развивается, растет, иначе оно не живое И раннехристианская община тоже, конечно, растет и развивается Петр, но все-таки не забудем, есть и другие апостолы, не только Савл Посещая город за городом, решил навестить и святых, живущих в Лиде Довольно небольшой городок, вот в Святой Земле Там был один человек, которого звали Энэ Он был парализован и вставал с постели 8 лет Петр сказал ему Энэ, Иисус Христос исцеляет себя Встань и собери постель В тот же момент Энэ встал Когда все жители Лиды и Саруна увидели его исцеленным Они обратились к Господу Вновь чудеса подтверждают проповедь И еще даже более чудесные события В Иопии, вообще-то Иопии это современная Яффа Была одна ученица, ее звали Тавифа, что значит газель Она всегда делала добро и помогала бедным И вот в это время она заболела и умерла Ее омыли и положили в верхней комнате Поскольку Лидда находится недалеко от Иопии Ученики услышав, что Петр находится там Послали к нему двух человек с просьбой Приди срочно к нам Они уже верят, что Петр и мертвых воскрешают Петр пошел с ними, когда он прибыл Его провели в верхнюю комнату Вокруг него собрались все вдовы Они плакали и показывали ему платье И другую одежду, которую сшила им газель Живя с ними Вот важно, что люди любят умершего Да, умершую в данном случае Вот эта скорбь, она одновременно то, что Ну, служит молитвой к Богу А об этом человеке, да Это не просто страдания по тому, что Вот не увидим больше человека Но это действенное слово к Богу Петр выслал всех из комнаты Стал на колени и помолился Затем он повернулся к умерши и сказал Тавифа, встань Вот такое краткое повеление Она открыла глаза, увидела Петра и села Он взял ее за руку и помог встать на ноги Затем он созвал вдов и других верующих И представил им Тавифу живой Об этом стало известно во всей Иопии И много людей поверило в Господа Еще одно подтверждение Петр пробыл в Иопии еще некоторое время Он остановился у кожевника Симона Видимо, когда Лука все это писал Эти люди были, может быть, живы Может быть, по крайней мере, известны То есть это вот такая немножко домашняя история У кого он ночевал, у кого в доме жил Вот как собрались старые друзья, вспоминают А помнишь, там вот было такое Мы там вместе где-то жили Вот такая же дружная община Такая большая семья, собственно, это ранняя церковь Ну, а про Павла давайте отложим Саввл Павел у нас уехал в Тарс Поэтому пока главное действующее лицо Петр В будущих парочке глав Саввл Павел у нас уехал в Тарс Саввл Павел у нас уехал в Тарс